Прежде всего, хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал спонсорской подпиской. Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня у нас в гостях игрок с ником Миккис, который играет на Т-54 облегченном. И вообще, знаете, когда этот танк только вышел, многие считали его имбой. Да и, наверное, до сих пор многие называют его имбой. Многие, но не я. Меня лично в этом танке, в принципе, все устраивает. Единственное, к чему я вот придрался и никак не могу этот момент отпустить, это к тому, что у него, на мой взгляд, слишком длинное КД. То есть, как бы, танчик действительно хороший, он шустрый такой вот, знаешь, реактивный, можно светить и все в этом духе. Но вот КД у него, ну не знаю, особо никого не перестреляешь. Действительно, нужно играть от своих тиммейтов, нужно что-то там осторожничать. То есть, допустим, как на ФВ британской ЛТ-8 уровня, или же на ружке, вот так вот взять, куда-нибудь вкатить и просто своим ДПМом изничтожить какого-нибудь негодника, здесь такого, к сожалению, нет. Но в любом случае, танчик хороший, однозначно со своими плюсами, да и бой сегодня он закатил действительно очень и очень годный. В общем, мы видим, что в самом начале наш герой аккуратненько, так сказать, из-за спин союзников пострелял уже на полторы тысячи. И, в общем-то, общими усилиями нашим ребятам удалось прогнать с этого направления всю вот эту вот шоблу-еблу из команды красных. И теперь на правах хозяев можно спокойно кататься, спокойно заходить в кормушку к атакующей группе, состоящей из тяжей. Но, хотя, с другой стороны, вот так вот, глядя на миникарту, мы понимаем, что в кормушку зайти особо не получится, потому как наши на том направлении просто послевали. Счет пока что 1-2, счет особо не разгромный, вот уже 1-3. А то есть, да, скорее всего, на направлении ТТ произойдет сейчас просто тотальный слив по всем параметрам. Ну и что делать? Наш герой закатывает на центр. Хочет он, видимо, отсюда как-то понастреливать по этим закатунчикам. Да вот, закидывает он по Тигру второму. И вот сейчас, пока тут такая неразбериха в рядах команды красных, хотелось бы начать наваливать так, чтобы просто, я не знаю, истребить всю вот эту вот шайку-лейку. Но, к сожалению, опять же повторюсь, 54-му не хватает ДПМа. То есть, а какая-нибудь рушка или ФВ-301 здесь сейчас чувствовали бы себя гораздо и гораздо комфортнее. Но, в любом случае, наш герой сделал, что мог. По крайней мере, он минусанул Т71 и забатил на себя Тигра второго. Хотя, я вот так вот смотрю и, по-моему, всем вообще насрать на то, что наш облегченный там сделал. Союзники оперативненько сливаются. Из них остался только лишь ИС-3-защитник, который, видимо, включив свою киберспортивную примочку в виде форсажа, решил пойти в последний раш. Ну и наш герой, естественно, должен как-то этого союзничка разменивать. Хотя у него нихрена не летит. Он сейчас планирует как-то эту ИСушку убить. Но нет, к сожалению, ИСушка остается в живых. И наш облегченный остался один против четверых. Повезло, конечно, что у него на момент этой минуты есть полный запас прочности. Хотя той прочности там особо-то и нет всего-то 1200 хитпоэтов. Этого, конечно, мало. Сближаться ему сейчас ни в коем случае нельзя со всей этой компашкой. Поэтому наш герой как-то пытается разорвать дистанцию. Возможно, будет пытаться как-то кого-то пересветить. Да, вот он ИС-3 понесся, понесся, голубчик. Ну-ка. Ой, хорош на 231. Еще и с критом БК тут же подъезжает ИСочек. ИСочек там что-то запас. Хотя с его точностью, да. Кидает он мимо и получает в обратку на 324. Хорош. Но мы видели, что в сторону нашего мальца выехал ИС-3. Да, вот он выезжает и впердоливает практически на 400. Тут же он с марика попятился назад. Видимо, не хочет он получать по себе лишнего. Ну, а нашему бойцу ничего не остается, кроме как продолжить куда-нибудь валить. Вот здесь вот не стоит, конечно, вот так вот заглядывать. Прямо в глаза этой советской имбище некогда. Да, в общем-то, валить-то особо и некуда. Ой-ой-ой, ИСушка. Но ИСушка не успевает дать выстрел и благополучненько улетает в ангар. В общем, очевидно, что реально валить здесь некуда. Придется как-то крутить, вертеть этого ИСа. И вот только наш герой решился на этот мувик, как справа появляется ИСок первый. Ну, естественно, наш боец сразу же переключает все свое внимание на этого паршивца. Правда, стрелять по нему с его-то пробитием вот так вот на автоприцеле лучше не стоит. Мне кажется, надо было сейчас пытаться крутить ИСа первого и не подставлять свою кормушку под ИСа третьего. Хотя, конечно, безумно повезло, что ИС-3 не попал. И теперь можно вот этого ИСочка отправлять в ангар. Он еще и стреляет куда-то мимо. И если вы подумаете, что это твинг, то нет, друзья. Наш герой этот далеко не твинг. У него уже большое количество боев. Просто здесь происходит какая-то дребедень. Минус ИСочек. На захвате базы стоит один из негодников. Надо, наверное, все-таки сбить захват базы. Но прежде стоило бы, наверное, разобраться с этим ИСом третьим. ИС-3 подставляет борт. Получает на 300. Ага. Непонятно, что делать. Выкатить и принять или нет? ИС сам подставляется и улетает следующее побоище. Да уж, друзья. Конечно, вроде бы все идет пока что очень и очень неплохо. Но времени остается уже 1 минута 10 секунд. И также мы видим, что база практически захвачена. Поэтому нужно как-то здесь успевать. 98% захвачено. И вот буквально на последней секунде наш боец заезжает на флаг. И немножечко все это дело приостанавливает. Но что делать? Из снарядов осталось буквально несколько подкалиберов и парочка фугасов. Но самое главное, наверное, здесь то, что захват был сбит. Надо сейчас каждым выстрелом наносить пробитие. По максималочке. Ну-ка, ну-ка. В бортиночку хорош. На 213 буквально один подкалибер остается. Не знаю, хватит ли ему альфы. Вот 232 и скорее всего нет. Должно здесь безумно как-то повезти, чтобы этот несчастный фугасик залетел. Но, к сожалению, нет. Всего лишь 30 единиц урона наносит этот фугасик. И, к сожалению, на этом, судя по всему, все. Нет вообще ни одного снаряда у облегченного. Поэтому победить здесь, ну, будет вообще никак невозможно. Не знаю, может быть, если вторанится в тигра как-то, то... Да, так в целом я даже не представляю, что нужно сделать. Хотя вторанится, понятно, я шучу. Тут, ну, никак не вторанишься. В общем, друзья, вот такая вот бойня. Облегченки просто не хватило. Буквально, по-моему, одного снаряда для того, чтобы одержать здесь победу. Конечно, танчик легкий. Наверное, по логике, если исходить из логики, то легкий танк, он маленький. Много снарядов, наверное, туда внутрь не влазит. Хрен его знает. Но, с другой стороны, мне кажется, что, играя на облегченке, нужно все-таки больше брать основных и голдовых снарядов. А фугасов брать, ну, не знаю, может быть, две или одну штуку вовсе. Потому что они здесь особо не нужны, потому как калибр маленький, в целом, ты ими особо ничего не сделаешь. И я считаю, что все-таки лучше, в случае вот с таким вот танком, запасаться именно наносящими урон снарядами и пробивными. Естественно, потому как, ну, будь у нашего бойца в этом бою буквально на один бронебойный снаряд больше, он бы, скорее всего, победил. Но, не знаю, что думаете вы, пишите в комментариях свои мысли. Кстати, это уже второе побоище на моем канале с Т-54 облегченным, в котором нашему бойцу просто не хватает буквально там одного, но двух выстрелов. То есть, ну, действительно, у танка есть такая беда и, не знаю, опять же, повторюсь, мне кажется, что фугаса на нем, ну, один, максимум два. Можно возить, все остальное нужно забивать стандартными и голдовыми снарядами. В общем, друзья, пишите свое мнение в комментариях, комментарии у меня для вас всегда открыты, я все их стараюсь читать и, естественно, по возможности отвечать. Вот, кстати, у нашего бойца на Йохе 3К есть, что говорит о том, что Йох, в принципе, тащит. На этом у меня все и до скорых встреч.